Сегодня тема военные корабли, которая анонсировалась у нас на неделе. Мы уже пятый, если я не ошибаюсь, сделаем такой видео урок, видеодемонстрацию акварельной живописи. Выбираем разные темы каждый раз, то, что можно без труда делать на карантине, дома. То, что может каждый найти спокойно в интернете или в своих собственных архивах. Тему выкладываем, заранее анонсируем. Кто хочет, рисует параллельно. Потом, опять же, кто хочет, выкладываем свои работы с хэштегом DMSK. Я включаю сейчас на планшете у себя картинку референс, которую мы давали в анонсе. Это кадр, сцена из «Пиратов Карибского моря». Вообще, я очень много прошерстил фильмов и интернета, где брать интересную натуру. Надо сказать, что из фильмов, со скриншотов брать ее очень хорошо. Потому что уже поработал оператор, спасибо вам большое. Нашел интересные кадры, а мы можем этой работой воспользоваться и сделать по мотивам рисунок. Здесь сцена с двумя кораблями, светлой и темной. Довольно простая сцена, я считаю, для рисования. Поэтому удобно с ней делать такую демо, как у нас. Мне кажется, она должна плюс-минус, без труда, хорошо получаться. Намечаем общие контуры. Опять же, вы видите, карандашом тут много работы нету. Поэтому примерно контуры кораблей. Линия горизонта. Остальное займет небо. У меня лист несколько шире, чем экран планшета. Хотя, кстати говоря, широкоугольный формат кадра должен быть еще шире. Но чуть-чуть приходится растягивать. Надеюсь, не во вред композиции. Ну, вот примерно вот такая композиция получается. Еще раз говорю, много на рисунок тратить усилий. И карандаша не надо, это все уйдет, под краску будет незаметно. Смачиваем лист. Под рукой у нас должна быть салфетка, на всякий случай, опять же. Рисуем акварелью. Акварельные краски могут быть плюс-минус любые. У меня из тюбика набор моих цветов. Цвета я буду называть, когда буду рисовать. Беличьи кисти разного размера. Ну, я рисую на довольно большом формате, примерно близкий к 1. Поэтому у меня большие кисти. Если вы рисуете формат меньшей кисти, могут быть меньше. Ну, можем начать с теплых тонов, двигаясь слева, направо, например. Окей, for our foreign audience, I will repeat some points in English. We do it for five-fifth time, and I think next one we will do it in English totally. But now mostly in Russian, but with the English comments from my side. I will start the scene from Pirates of the Caribbean. There's two warships on my iPad. So I will start from poor lines by pencil, and now I start with watercolors first wash. Значит, обратим внимание, надо себя проверять, что светлее, что темнее. Видно, что здесь паруса светлее, чем небо у левого корабля. Поэтому спокойно, не боимся делать. Вот я смешиваю лавандовый, синий кобальт и нейтральный оттенок. И делаем довольно темное небо с этой стороны, чтобы паруса оказались светлее. Становится все это постепенно светлее направо, потому что правый корабль сам темнее, и он должен будет на фоне неба быть темнее. Поэтому ослабляем тон и добавляем теплого. Вот я добавляю теплой воды направо. Снизу у нас будет дым выстрелов, поэтому это будет, видимо, самое светлое, то, что у нас будет на изображении. Мы можем оставить вообще здесь белый цвет, совершенно спокойно. Причем, надо сказать, что потом это переходит в воду. Вода потом похожа на небо. Вот таким образом, видите, я оставляю вот этот белый. Его даже можно салфеткой добавить, чтобы получился будущий выстрел. Картинка была морского боя, похожа на то, что мы видим на картинке, на референсе. Хотя я все время повторяю, что у нас вообще нет никакой задачи повторить это как иллюстрацию. Я сам предпочитаю придерживаться сюжета. Делаю более плотное, сразу темное даже такое пятно корабля слева. Но это надо понимать, что то, что я делаю сейчас, это будет светлая часть корабля. Потом еще будет тон, который сделает его темнее. Вот здесь оставляю место под лодку. Будущая тень. И можно сразу дать довольно темные пятна тоже справа, чтобы обозначить на первом слое, по-мокрому обозначить массу корабля. То есть здесь рефлексы от воды, поэтому ближе к воде тон я беру холоднее. То есть здесь вы видите немножко по-другому, чем когда мы рисуем здание, например, на земле, где рефлексы теплые от земли и снизу может быть теплее. Здесь от воды рефлексы холодные, поэтому я делаю, видите, сверху потеплее, а снизу похолоднее. Ну вот первый слой, который, ну я, например, уже для себя вижу, эти корабли, которые начинают как из тумана выплывать на нас на листе. Сейчас надо дать им просохнуть, так как мы стараемся быть оперативными. Обычно я сушу феном, но в домашних условиях, когда мы не торопимся, можно феном не сушить, а дать спокойно высохнуть. Так, окей, we are finished with the first wash. You see, it's only very preliminary points of main objects of the painting. So you will see white, light points, light sides of the smoke from the cannon, and these white sails, and dark sides, and dark and white spots of the future warships. One warship is dark, second warship is light. So you see preliminary design of this painting. And now I'm waiting for drying first wash. We can dry it with a hairdryer, I have one here, so you can use it, or you can skip this point and give the painting possibility to dry itself. So it's up to you. So now I will dry it with a hairdryer, just to accelerate a bit our process, it's not to get boring. Well, more-менее подсох лист, его сильно засушивать не надо. Первый слой вполне себе уже в рабочем состоянии, можем продолжать. Дальше все равно надо начинать слева или справа, как хотите. Можем слева направо, делаем два корабля. Напоминаю, что делаем их довольно абстрактно. Я беру, готовлю себе несколько кистей, на выбор, чтобы они были под рукой. Начинаю с довольно большой кисти, такой средней кисти, набрасывать основные моменты, то есть основные пятна света и тени. То есть мы видим, что маловатая кисть, возьму побольше. Беру смесь, опять же, лавандового, люблю лавандовый цвет, лавандового и нейтрального оттенка. Довольно, видите, энергично это делаю, не заботясь о точности геометрии. Это дает важную живость в этом работе. Вот там полутонов, добавляем более прозрачными тонами. То, что потом потребует уточнений, мы всегда сможем это сделать после отдельными бликами. Паруса тоже, чтобы не были деревянные, у них там есть всякие складки, мы на них добавляем полутени, полутона. Тени на них становятся местами размыты, что, в общем, хорошо. Дальше мы смотрим, что начинается основное тело корабля, довольно холодный оттенок. Поэтому я во все цвета, которые я делаю, добавляю таких синих оттенков. Вот здесь шлюпка висит. Там, где нужен более мягкий контур, можно салфеткой добавить, снахнуть. Ну, здесь темнее, поэтому я пока делаю все это довольно темным тоном. Причем, видимо, что-то придется еще более темным потом добавлять. Вот такой низ сейчас. Переходим к воде. Здесь надо будет аккуратно, беру другую кисть, посмотреть, как устроен борт корабля внимательно. Да, что там есть довольно тонкая работа. Мы ее потом доделаем, но ее можно уже накидать. Смотрим, что у нас в итоге корабль заметно темнее, чем небо. Поэтому у него есть светлые поверхности, на которые падает тень. Но есть и темный контур к небу, поэтому не забываем про это. Вот, как вот это келаж. Мы потом его добавим, безусловно, дополнительно. Вот, подходим к воде. Тут у меня бирюзовый-зеленый оттенок. Отражение корабля делаем. Про рисование воды мы говорили относительно недавно, когда рисовали Венецию. Здесь, в принципе, все те же принципы. Вот есть светлая основа воды, она по тону похожа на небо. Делаем на ней такое абстрактное отражение. И постепенно это будет очень похоже. Так, я постепенно перехожу к правому кораблю, он заметно темней. Берем темный тон. И, вы видите, эти паруса можно делать довольно абстрактно. Довольно абстрактно работая кистью. Добавляем холодный тон. То есть, тут идет, на самом деле, сложное смешение света, тени. И еще, так как, насколько я помню, сюжет «Пиратов Карибского моря». Этот корабль справа пиратский, он такой еще весь со сорваными парусами. Поэтому здесь сложная игра света и тени. Обращаю внимание на это, что она сложная. Мы можем себе позволить не вдаваться в детали, благодаря этой сложности, сделать вот такой вот этот якорь. Кстати говоря, то есть подмечаем отдельные детали, которые могут понадобиться, особенно на первом плане. Здесь какой-то гигантский якорь. Вот мы его можем сейчас таким образом выделить. У него будет, опять же, темный очень низ. Здесь затекает краска. Я ее сразу подтираю. И край у нас уходит. Вот там пушки, какие-то элементы. Край корабля такой неровно врезается в небо. Поэтому я вот накидал там таких пятен, которые мне изображают эти орудия. Но, опять же, я не стараюсь их сделать сильно похуже. Обратите внимание, потому что это совершенно не нужно для общего впечатления. Добавляю холодных тонов, опять же, туда, где придет касание воды. Этот форштевень начинается. В целом, по силуэту, мне кажется, понятно, что это корабль. Можем так продолжать. Переходим к отражению в воде. Аккуратно мы видим, что отражения местами пересекаются там. В них входит вот этот дым. Мы можем добавить заодно динамики немножко этому дыму. У которого есть тоже своя светотень. Дым это, на самом деле, тоже объект. Да, помню, что. Дым из пушки – это тоже объект. У него есть светотень. Он также освещает свет. Примерно вот такими приемами. Там даже есть где-то такой теплый оранжеватый тон. Нужно даже для этого случая взять. Не уверен насчет оранжевого цвета. Сейчас посмотрю. Но вот, чтобы получился огонь такой поживее. Но попробую даже оранжевого добавить. Чуть-чуть. Сейчас не уверен, что я делаю то, что надо. Но попробуем. Ну вот, мне кажется, это похоже на выстрел становится. Вот видите, смесь оранжевого с охрой. Но выстрел, сразу скажу, момент непростой. Момент непростой. Я и сам не уверен, что я сделал то, что нужно, честно говоря. Но в целом, мне кажется, похоже. То есть это вам не буду рисовать. Которая просто техника. Оставляем всегда светлые куски на отражениях. Мне кажется, сейчас вода может уже быть такой. Для натуральности можно добавить чуть-чуть отдельных таких бликов, отражений. Это наш второй слой, после которого мы сейчас перейдем к деталям. Смотрим вот, есть заползание краски. Мы сейчас это подправляем. Вот здесь у нас, видимо, капитан Барбо состоит с подзорной трубой. We close to finish a second wash. And I think I'm going to little details. Just to finish painting. So I just check some details. Maybe a bit aggressive to the rest of the painting. So I edit it. Here's my tissue. And we'll add some very important points. First ground. I mean, that's here close to us. In our background. This equipment of the warships. And this cables and the rest stuff of this equipment. Cannons, cannon ports, boards, and masts, sails, and so on. Just to give to painting some ambience of warship battle of, I think, it's 18th century. Yes, it's a period of the Caribbean wars. Переходим к деталям. То есть нам нужно несколько моментов отметить здесь для такой фокусировки внимания. То есть вот здесь есть такой человек стоящий, которого я идентифицировал как капитана Барбосу, насколько я помню сюжет. Вот он стоит здесь на корабле. Потом я его акцентно выделю светлым и будет понятно, что это он. Пока просто накидываю силуэт. Здесь нужно, я считаю, довольно много добавить еще такой графики, видимо. Вот к этому кораблю здесь фрагменты мачт. Я это делаю, осушая кисть губкой местами. Где-то нужно делать это более тонкой кистью. Я взял потоньше кисть. Они местами вообще еле заметны. Я тоже не особенно сейчас, честно говоря, вникаю над порядком правильного или неправильного расположения вот этой высшей оснастки корабельной. Эффект, я думаю, должен быть правильный. Я понимаю, что эта оснастка есть. И совершенно понятно, что это такой боевой корабль. Там какие-то штуки висят. Я подмечаю для себя какие-то детали, которые мне кажутся интересными и добавляющими характера. Обычно тот, кто делает работу, художник сам выбирает, что на его взгляд заслуживает внимания, что не заслуживает. Там сметровая площадка. Плюс я держу в уме, что какие-то вещи мы сможем добавить светлым тоном. Здесь у нас появляется на первом плане такой задник. Он, кстати говоря, где-то отбрасывает тени. Поэтому это более так интересно. Как-то можно сделать тени. Такой массивный у него темный, с холодными оттенками низ. Потом добавим там светлых деталей. Ну вот я так набрызгиваю еще, чтобы дать текстуру немножко. Там, где первые планы, текстура будет уместна. Я так смотрю, что на этом корабле деталей, наверное, достаточно. Можно добавить даже такой вот красным немножко на первом плане отметить. Есть, опять же, такие золотистые включения. Это все, в общем, уместно здесь сделать, потому что это первый план. И на первом плане это сделать хорошо. В противном случае, может быть, и не стоило бы таких пятен наносить. Они сейчас по-мокрому немножко расплывутся. Потом мы еще по-сухому немножко это уточним. И похожий набор действий мы делаем с правым кораблем. То есть также смотрим его оснастку. Единственное, он темный. И я предполагаю, что, наверное, разумно будет добавить потом светлым на нем пятен. Вот я вижу сейчас, внимательно разглядывая, как там устроена оснастка, что они светлее, эти все канаты на фоне основного тела корабля. Можно добавить темного еще. Вот здесь тоже такая абстрактная цветотень. Опять же, чтобы выделить наш первый план с капитаном. Вот сейчас я дам светлый акцент, и он будет заметен. Что вы используете в качестве белого тона, гуашери, акварель? Да, это вот часто задаваемый вопрос. Много у нас вопросов про белый в акварели. Я использую, у меня есть белый акварель. Она вообще продается, это доступное удовольствие. Я считаю, что можно использовать и гуашь белую. Я вообще подозреваю, что белый акварель это и есть гуашь, потому что еще ее называют непрозрачной акварелью. Поэтому, как удобнее. Есть работы, в которых вообще можно оставлять просто бумагу. Если есть большие пятна светлого, как есть паруса, например, это все просто белая бумага или вот этот дым. Столько, конечно, не нарисуешь. Но отдельные блики можно делать и белой краской, акварелью или гуашью. Поэтому это дело вкуса. Есть работы, где вообще можно обойтись без белого. У меня еще много работ, где белого нет вообще никакого. Надо понимать, что работа, конечно, выглядит такой свежей и насыщенной, когда там все-таки есть контрасты темного и светлого. И контрастов темного и светлого, это, конечно, белый для контраста нужен, что там говорить, поэтому белый часто используется. Я добавляю с сухой кистью какие-то акценты. Есть детали, которые смотрятся хорошо сухой кистью. Вот, например, элементы этой оснастки, какие-то блоки. Не обязательно, чтобы это совпадало с тем, что на картинке. Все время повторяю. Делаем на свое усмотрение. Смотрим в итоге, что получилось. Сейчас подсохнет чуть-чуть первый план. Можно даже сейчас его опять феном подсушить. Добавить бликов и деталей типа надписей. И, в принципе, работу можно считать на этом этапе законченной. Заделаем такой вот, всегда должен быть какой-то акцент, приковывающий взгляд. Я думаю, что здесь будет вот эта группа с якорем и этими ребятами, этим капитаном, который смотрит подзорную трубу. То есть надо будет усилить первый план для этого. Сейчас мы этим займемся, когда немножко подсушу работу. В целом, надо сказать, что на этом этапе у вас уже 90% уверенности о том, что вы сделали. То, что надо, должно присутствовать. So, I close to finish the painting. Now I just define some details. So, let's speak, it's fine-tuning. I'm going to do this focal point here. This is Pirate Captain. I think it's Captain Barbosa from Pirates of Caribbean. And I think I will add some highlights, white watercolor, light cables. I will see, we will do it on the focal point on this warship on the right and something on the warship on the left side. So, maybe some highlights on the first plan here. Cloth plan on the warship on the back side of this warship. I mean, this cable and some script I see here. And this ornament. And maybe something like this. So, I will dry my hair dryer. Spread the timing. Ну, вот я что-то замечаю там, то, что можно подправить. Вот, например, здесь много светлого. Пока сушу, прям это можно отметить. Эти тени можно усилить. Здесь, например, вот эта тень, наверное, могла бы быть поплотнее. В смысле, не такая дробная, поэтому я пальцем прямую. Я корректирую немного элементы из паницы, просто в процессе дрова. И если я see, что, я думаю, что это увеличение, то я делаю. Просто в процессе. Я могу делать что-то с моего пальца, как вы видите. Это не проблема, потому что это будет добавляться к паницы. Very simple and lovely ambience of animated, alive painting. So, yes, more or less like this. We'll finish with a drying. Get back to the focal point with our Barbossa Captain. Да, возвращаемся к точке focal point. В общем, это то место, куда надо смотреть, желательно вашему зрителю. Там есть светлые блики, такой центр внимания. Опять же, не пытаемся изобразить здесь как-то очень конкретно, прямо с портретным сходством человека, но надо сделать, чтобы фигура была... Это тонкий момент, с ним надо постараться, чтобы фигура была живой, в нужной степени абстрактной, приятно привлекающей внимание. Но, в то же время, не рвущий остальной сюжет. Примерно так. То есть, видно, что это человек. Он там, по-моему, саблей размахивает. Даже не пойму, что это у него в руке. Так, мы сделаем, типа сабли. Также надо поддержать это место. Здесь такое живописное кольцо у этого якоря. Тоже оно на первый план выходит. И я вот смешиваю, чтобы белое не было совсем чисто белым. Я смешиваю с какими-то теплыми остатками краски, которые мне просто в палитре остались. И, на правду, довольно розоватая получается. Хоть надо тут добавить охра. Или даже, я думаю, что можно даже добавить лаванды. Потому что эти канаты, они уже становятся более холодного оттенка. Вроде ничего так, тон нормальный. Они не должны быть прям слишком конкретны, опять же, за этим следить. И не надо делать этого слишком много. То есть, на самом деле, достаточно несколько более светлых линий, чтобы дать ощущение акцентов для работы. Какой-то блик на воде. Яркие блики на парусах. Видимо, небо проглядывает. И на другом корабле тоже мы видим, что есть тонкая кистью. Это делаем. Вот с белой краской есть всегда проблема, что она еще чуть подсыхает. Быстровато, даже находясь в тюбике. И с ней бывает сложновато работать, кстати говоря. Надо аккуратнее это делать. Но белая оснастка на фоне теней выглядит хорошо. Поэтому тут есть смысл немножко заморочиться. Но вот, в общем, так я как-то сделал. Вроде ничего. Можно блики добавить здесь на пушках, на самом корабле. И для деталей первого плана, вот я беру желтые с охрой смешанные. Перехватчик, интерсептор. Так как я не напишу, это похоже, поэтому я делаю довольно условно. То, что попадает на свет, становится довольно ярким. Из элементов отделки корабля. Стоит ли добавлять блики на воде в тени? Это надо смотреть по ситуации. То есть иногда и стоит. Я вот сейчас вижу, что у меня, например, просто пока я рисовал воду, там получилось само по себе достаточно бликов. Поэтому я их не добавляю. Но иногда, если вам кажется, что это уместно, опять же, с бликами всегда очень осторожно. Важно не перебабахать. То есть они могут сделать работу, не знаю как сказать, в общем, чуть-чуть пошловатой. Вот можно добавить еще акценты не только белым, но и вот сухой кистью я добавляю. Потому что здесь орудия, какие-то элементы. Опять же, структура корабля. Вот, подчеркнуть, например, темным якорь, который является у нас важным элементом. Подчеркнуть, кстати, светотени на нашем главном герое. Тоже можно. Вот таким образом, в общем, темной краской. И светотени на нем, и то, что заходит, находится за ним, сделать, может быть, более темным, чтобы его еще оторвать таким образом от фона. Вот. Ну, в общем, вот так это делаем кистью. Здесь тоже, кстати говоря, могут быть какие-то... Ну, вот, кстати говоря, передний план, я сейчас понимаю, что могут быть и потемнее слева, но я, честно говоря, могу сказать, что если сейчас начать его делать темней, то можно сделать хуже, поэтому я не буду его делать темней. Просто мы сейчас добавим сюда сухой кистью каких-то деталей. Но это мы ограничимся, думаю. Примерно так. Я наношу последние буквально штрихи. Сейчас, наверное, добавлю еще чуть светлого вот на этом корабле акцентов. Ну, все. Теперь осталось, собственно, подписать и готово. Расскажите, пожалуйста, чем вы приглушили синие цвета в этой работе. Снова нейтральный серый. Я добавляю, да, нейтральный серый, или можно добавлять сепию, можно добавлять жженую умбру. Разные, скажем так, глушащие синий цвет оттенки, чтобы он не был таким синим, да. Не суть важен выбор цвета, важна температура цвета, это важнее, его насыщенность, тон. То есть, чтобы первые и дальние планы у вас явным образом разделялись, чтобы светлое контрастировалось с темным. И общая цветовая схема читалась. На какой бумаге вы пишете? Я пишу на 300 миллиграмм на сантиметр кубической бумаги. Какая попадется? Вот арше, вот эта, по-моему, довольно грубая. То есть, я не помню, какая там градация, но это большое крупное зерно. Кисти какой фирмы используете? У меня разные кисти. Сейчас подопишу, что там написано. Даже не могу прочитать. Но у меня есть кисти дизайна Альвара Кастанеда, моего хорошего друга из Уруглая, знаменитого акварелиста, художника. Поэтому у меня довольно большой набор его кистей. И, в общем, всякие разные, разного размера. Просто я при случае вижу в магазинах, покупаю то, что попадается. Я думаю, что на этом можно прощаться. Значит, у нас все эти видео выкладываются в Instagram TV. Еще раз скажу, что в следующий раз попробуем сделать на английском. Посмотрим, заинтересует ли это аудиторию и какая будет реакция. И если будет положительно, то будем время от времени делать вообще все на английском. Ну, наверное, с русскими комментариями. То есть, как сегодня было, основанно на русском, но с комментариями на английском языке. Спасибо всем за внимание. Попрощаюсь с нашей англоязычной аудиторией. И на сегодня закругляемся. Так что, спасибо всем, кто. Ты слушаешь мой демон. И я надеюсь, что в следующем году, Maybe на следующий раз, не подумайте, Но definitely на следующий раз мы сделаем это в английском. Тотал видео, Я делаю какие-то русские комментарии, Я делаю это в инстаграм. ТВ, ТВ, чтобы показать все процессы от этого трансляции. Спасибо большое, до следующего дня, на следующем сентябре, 5 п.м., Москва-тайм. Спасибо, до свидания.